В столице прошел сольный концерт молодой казахстанской пианистки Аселя Бельсиитовой. Вечер фортепианной музыки состоялся в камерном зале Театра Астана-Опера. Для виртуозной пианистки это уже второе выступление на этой сцене. Два года назад Аселя Бельсиитова исполняла в камерном зале знаменитые прелюдии Рахманинова. На концерт в этом году ее вдохновили произведения Дебюсси, Кашгалиева и Альбениса. Сегодняшний вечер называется «Звучащие образы», так как он состоит из нескольких миниатюр, каждый из которых будет переносить слушателя либо в какое-то новое местоположение, допустим, Гранада в Испании, либо в Аргентину, в жаркую страну, либо же в степи Казахстана, либо какие-то ассоциации, как отражение в воде. То есть это уже образы. И надеюсь, что сегодня я смогу это воплотить в реальность и слушателям понравиться. Аселя Бельсиитова успешно выступает не только в Казахстане, но и в Италии, Франции, Германии и Великобритании. Выпускница программы «Булашак» окончила две престижные консерватории – Лондонскую Королевскую Академию Музыки и Высшую Школу Музыки Базеля. Казахстанская пианистка стремится познакомить жителей других стран с произведениями отечественных композиторов. Она активно преподает и надеется в будущем выступить со своими учениками. В Алматы прошла необычная фотовыставка, принять участие в которой смог каждый желающий. Данный формат мероприятия собрал десятки фотографов самых разных жанров и категорий. Проект зародился еще в 2010 году по инициативе двух известных российских фотографов Андрея Кезина и Ольги Лувитау. Суть выставки в том, что участники развешивают работы на натянутых белевых веревках, и каждый посетитель может забрать понравившийся кадр, а взамен прикрепить свою фотографию. В этот же день прошел конкурс лучшего фото. Победитель был избран путем общего голосования. Условия нужно взять свои фотографии, которые сам сделал человек, распечатать пять штук или менее, ну не более пяти штук, пройти регистрацию, развесить и ждать реакцию, ну смотреть на реакцию людей. Это не ежегодное мероприятие, мы можем его там через месяц допустим сделать. Вот сегодня мы ожидаем человек 150-200, именно тех, кто будет развешивать фотографии, а всего тех, кто придет вместе с друзьями, наверное, человек 300-400, может 500. Это на самом деле достаточно сложно предсказать. Вообще фотосушка – это популярный проект по обмену фотографиями во всем мире. В данной акции уже приняло участие более 100 городов и 50 тысяч человек в разных странах. Здесь молодые фотографы могут обменяться опытом и получить обратную связь от более продвинутых фотолюбителей. По словам организаторов, следующая сушка в Алматы состоится уже этой осенью. Вы когда-нибудь посещали неофициальные выставки в квартирах и мастерских? У столичных ценителей искусства появилась такая возможность. Целую неделю все желающие могут прийти в гости художникам и наблюдать их секреты и мысли в зоне ежедневного обитания. Мне пришла такая идея строить стол для коммуникации. То есть обычно еда – это такое связующее звено между людьми. И все собираемся за Достарханом. И я сделала такой, как бы, воображаемый Достархан. Распечатала какие-то фотографии еды, которые были в моем телефоне и поставила чай. И таким образом я приглашаю людей коммуницировать, разговаривать. В завершении выпуска – афиша ближайших событий. 28 августа в столице состоится фотовыставка, посвященная острову Чеджу и культуре Хэньо. 28 августа в Алматы можно посетить сольный концерт Ержана Нургалиева «Голос сердца». 29 августа в Алматы пройдет концерт Алгата Полатова «Музыкальное путешествие». Субтитры подогнал «Симон»